В первой сессии Верховного Совета СССР совместное заседание Совета Национальности и Совета Союза объявляю открытым. Для сообщения об итогах работы редакционной комиссии слово имеет председатель комиссии, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Президент Верховного Совета СССР, товарищ Леонид Ильич Брежнев. Товарищи, обсуждение проекта Конституции СССР завершено в обеих палатах Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Выступило 92 человека, представляющих все свои трудящиеся, все союзные и многие автономные республики. Редакционная комиссия, созданная по вашему решению, с большим удовлетворением отмечает, что все выступившие депутаты, а также депутаты, передавшие свои предложения в письменном виде, горячо поддерживают проект Конституции. Выражая мнение миллионов своих избирателей, они ясно и решительно высказались за ее принятие. Депутат Гиталов, бригадир тракторной бригады из Кироворганской области, внес предложение четко и ясно сказать Конституции о том, что колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать ее плодороги. Думаю, что это предложение прославленного украинского хлебороба нужно поддержать. Земля – наше ценнейшее богатство. Но это богатство надо уметь использовать. Как говорится, труженику земля – мать, а лодырю – мачеха. Важный вопрос был поднят депутатом Валентиной Владимировичем Николаевым Черешковым, председателем комитета советских женщин, и Зоей Павловной Пуховой, директором Ивановской вкладской фабрики. Они предлагают дополнить статью 35-ю, сказав в ней о постепенном сокращении рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей. На наш взгляд, это предложение можно принять. Оно соответствует линии партии и Советского государства на последовательное, по мере создания для этого необходимых экономических предпосылок, улучшение положения женщины как труженицы, матери и воспитательности детей, как хозяйки дома. Депутант Горбачев, первый секретарь Ставровского краекома партии, полагает, что следует полнее показать отношения с Верховным Советом СССР и его палат с другими государственными и общественными органами. Более четко определить порядок претворения в жизнь рекомендаций, которые дают комиссии. В этих целях можно было бы указать в статье 125, что рекомендации комиссии Верховного Совета и его палат поддержат обязательному рассмотрению государственными и общественными органами, учреждениями и организациями. Таковы, товарищи, основные соображения редакционной комиссии по поводу замечаний, внесенных депутатами при обсуждении проекта Конституции СССР в Верховном Совете. Комиссия представила на ваше рассмотрение текст проекта исключения у него всех предлагаемых поправок. Думаю, что теперь Верховный Совет вполне бы мог приступить к утверждению нового основного закона нашего государства. Затем депутаты раздельным голосованием по палатам единогласно принимают каждый раздел Конституции Основного Закона Союза Советских Социалистических Республик. Товарищи депутаты, мы провели голосование по преамбуле и по всем разделам проекта Конституции Советского Союза в отдельности. Теперь позвольте поставить на голосование проект Конституции Советского Союза в целом. Голосуют депутаты Совета национальности. Кто за принятие Конституции СССР в целом, прошу поднять руки. Прошу пустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Конституция Советом национальности принимается. Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за принятие Конституции СССР в целом, прошу поднять руки. Прошу пустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Советом Союза Конституция принимается. Уважаемые товарищи депутаты, Конституция, основной закон Союза Советских Социалистических Республик, Верховным Советом СССР принято единогласно. Депутаты и гости бурные овации приветствуют вступление в силу основного закона Советского государства в эпоху развитого социализма и строительства коммунистического общества. Единогласно принимается декларация Верховного Совета СССР о принятии и объявлении Конституции основного закона в союзных социалистических республик. Товарищи депутаты, слово предоставляется генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председателю Президнию Верховного Совета СССР, товарищу Леониду Ильичу Брежневу. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Товарищи депутаты, выражая волю советского народа, выполняя его поручение, Верховный Совет СССР принял новую Конституцию Союза Советских Социалистических Республик. АПЛОДИСМЕНТЫ Утвержден основной закон первого в мире общенародного социалистического государства. АПЛОДИСМЕНТЫ Конституционно закреплен новый исторический рубеж в нашем движении к коммунизму, построение развитого социалистического общества. АПЛОДИСМЕНТЫ Пройдут годы, десятилетия, но этот октябрьский день навсегда останется в памяти народной, как яркое свидетельство поднимого торжества ленинских принципов народа власти. АПЛОДИСМЕНТЫ И чем дальше будет продвигаться наше общество вперед по пути к коммунизму, тем полнее будут раскрываться отраженные в новой Конституции огромные творческие возможности социалистической демократии, власти народа, власти в интересах народа. АПЛОДИСМЕНТЫ Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Президент Верховного Совета СССР полагают, что есть основания в день принятия новой Конституции Советского Союза отмечать в нашей стране как одно из крупнейших событий в жизни советского народа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому на ваше рассмотрение вносится проект закона об объявлении 7 октября всенародным праздником День Конституции. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь, когда Конституция утверждена, необходимо четко определить в специальном законе порядок. Ее введение в действие. Проект закона представлен на ваше рассмотрение. В нем предлагается установить, что все другие законодательные акты, принятые до вступления Конституции в силу, сохраняют свои действия, поскольку они не противоречат новой Конституции. Одновременно предлагается, с учетом положений принятой Конституции, продлить полномочия Верховного Совета СССР 9-го созыва и, соответственно, изменить сроки полномочий республиканских и местных органов государственной власти, избранных до принятия новой Конституции. Кроме того, предусматривается поручить Президенту Верховного Совета СССР и Совету Министров СССР разработку необходимых законодательных актов, вытекающих из текста Конституции, а также дать поручение Советам народных депутатов, министрам и ведомствам, руководителям других государственных и общественных органов, рассмотреть поступившие в ходе всенародного обсуждения проекта Конституции СССР, предложения и замечания граждан по вопросам, связанным с деятельностью этих органов и осуществить меры по их реализации. С принятием этого закона, то есть с сегодняшнего дня, Конституция начинает действовать, жить, работать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что это значит? Это значит, что каждая статья, каждое ее положение должны в полной мере войти в живую практику повсеместной и повседневной деятельности всех государственных органов, всех должностных лиц, всех советских граждан. Мы создали Конституцию не для декорации. Она должна выполняться и будет выполняться во всех ее частях. Она должна стать, и она станет мощным средством дальнейшего развития и углубления социалистической демократии. Все мы, товарищи, видели, какой большой прилив творческой инициативы, трудовой и политической активности вызвало само обсуждение новой Конституции. И надо в этой активности не ослабевало, а развивалось дальше, обвлекалось конкретной формой все более широкого участия граждан в делах своего общенародного государства. Наша партия проявляла и впредь будет проявлять постоянную заботу о том, чтобы трудящиеся не просто обладали предоставленной Конституцией возможности участвовать в управлении общим, но и фактически реально участвовали бы в нем. Великий Ленин учил коммунистам оказывать трудящимся необходимую помощь в осуществлении их широчайших социалистических прав и свобод. Партия помнит, последовательно претворяет в жизнь и этот Ленинский завет. Мы хотим, чтобы граждане Советского Союза хорошо знали свои права и свободы, пути и методы их осуществления. Чтобы они умели применять эти права и свободы в интересах строительства коммунизма. Ясно понимали их неразрывную связь с добросовестным выполнением своих гражданских обязанностей. Задействовать этому, помогать в выработке высокой политической культуры у каждого гражданина важная задача партийных, государственных и общественных организаций, ответственных за коммунистическое воспитание трудящихся. Миллионы советских людей стали свидетелями волнующих событий, происходивших сегодня в Большом Кремлевском дворце. Центральное телевидение, все радиостанции Советского Союза вели прямую трансляцию из Кремля с исторической сессией Верховного Совета СССР, принявшей новую конституцию Союза Советских Социалистических Республик. С огромным вниманием смотрели и слушали советские люди выступления Генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, председателя Конституционной комиссии Леонида Ильича Брежнева. Народы социалистических стран стали очевидцами заключительного заседания сессии с помощью системы интервидения. Через ее сеть, телевизионную информацию о заключительном заседании сессии, получили также телевизионные компании ряда стран Западной Европы. После окончания сессии наш корреспондент в Большом Кремлевском дворце взял интервью у депутатов. Вот только что закончилась неочередная сессия Верховного Совета СССР. У нас у депутатов много радости и наши сердца наполнились волнением. Ведь мы приняли новый закон в жизни нашей страны. Наш советский народ будет строить под руководством коммунистической партии коммунистическое общество. И я с честью выполнил свой наказ, который мне дали избиратели. Самое наибольшее впечатление на меня, вот лично, да и я скажу, что и на всех, произвела речь товарища Леонида Ильича Брежнева. Ну, то, что эта сессия историческая, это всем понятно. Но еще мне хочется сказать, что мы все горды тем, ведь не каждому поколению наших людей приходится принимать Конституцию. И о том, что мы принимаем новую Конституцию, наполняет нас огромной радостью и гордостью даже. Просто удивительно было, с каким подъемом приняли новый закон все депутаты, тем не всего народа, от своих избирателей. Просто выразили свою искреннюю благодарность, любовь к нашей партии, к нашей Родине. Конечно, сегодняшнее событие потрясло, по-моему, не только наш Советский Союз, а весь мир. И мы рады, что все депутаты так единодушно проголосовали за наш основной закон. Мы его поддерживаем полностью еще раз. И будем думать, что 60-летие все встретят большими хорошими успехами. От всех дружинников Грузии, я от металлургического завода, где я работаю, с большим радостью. Сегодня мы все, как я здесь, депутаты все, так и дружинники нашего завода, я гарантирую, что они с большим вниманием следили сегодняшний день, и они очень довольны, что так хорошо все прошло. И мы приняли такой великолепный, большой документ Эбоха. Меня сегодняшний день особенно потряс, потому что я по национальности чеченка-горянка, которая раньше, у нас не было ни своей письменности, ничего, не было никого даже до революции, не было неграмотной женщины. А сейчас среди наших женщин много ученых, врачей, учителей. И мы очень благодарны нашему центральному комитету, нашему правительству за ту заботу, за все то, что сделали они для нас и для всех наций, которые проживают у нас в Советском Союзе. Да, сегодня счастливейший день в моей жизни. Я имел возможность проголосовать за нашу новую конституцию. Эта конституция для меня тем, дорогая, потому что я как раз пришел работать в театре, когда была создана советская власть в Литве в 1942 году, и до сих пор я работаю еще в театре, значит, эта конституция как-то подтвердила мою жизнь. Я очень счастлив, что я сегодня проголосовал за нее. Все депутаты, и мы, конечно, встретили эту конституцию как большой, огромный праздник нашей страны. Для нас, для женщин, особенно важно, что сейчас наши женщины новой конституции, имея несовершеннолетних детей или маленьких детей, будут больше, значит, освобождены. Или у них будет короче рабочий день. Это очень важно. Для нас, женщин, все создано. И хорошие школы, и интернаты, для того, чтобы воспитывать хороших самостоятельных детей, чтобы они и помнили о наших традициях, и ценили нашу родину. Замечательные события, которые ждали мы все с такой радостью. И с такой радостью и гордостью проголосовали его. Сейчас поедем, расскажем все, как шла сессия, как мы, значит, все депутаты, вернее, с таким торжеством принимали эту конституцию. А сейчас иду давать телеграмм поздравительные, поздравлять моих избирателей с праздником. В новой конституции отражены права, обязанности советских граждан. Хорошо показана роль, направляющая роль коммунистической партии нашего Советского Союза и советской демократии. И мы думаем, все депутаты, что с новой конституцией жизнь советских людей будет намного лучше. И не только внутри страны, и на международной арене. И вообще вся жизнь во всем мире должна равняться, смотреть на Советский Союз и брать с него пример. Вы знаете, эти минуты были незабываемые в моей жизни. Это такие минуты, что настанутся на всю жизнь. Во-первых, это историческое событие, в котором запечатлена вся наша судьба, будущее, будущее наших детей. И забыть этот момент, это невозможно никогда. И мне хочется сказать всем нашим депутатам, которые принимали это участие, чтобы как можно сказали нашим избирателям, подробнее донесли до их сознания, ну, по-моему, здесь и доносить нет, но вот те минуты рассказать так, чтобы каждый почувствовал, каждый побывал в этот момент, как мы принимали конституцию, чтобы и все принимали вместе с нами. Среди зарубежных гостей сессии находился правнук Карла Макса, Робер Лонге, известный французский публицист и общественный деятель. Вот что он сказал. Я счастлив, что мне довелось присутствовать на заключительном заседании сессии Верховного Совета, принявшей новую институцию. Все, что происходило здесь, меня глубоко тронуло и взволновало. Я уже много раз бывал в Советском Союзе. Именно эти дни, проведенные в Москве, стали самым значительным, самым волнующим событием в моей жизни. Я присутствовал при событии исторического значения и убедился в неиссякаемом энтузиазме советского народа. Все мы, кто в канун 60-летия советской власти стали свидетелями того, как сбывается великая мечта Маркса, Энгельса и Ленина, были охвачены волнением. Мне трудно найти сейчас слова, чтобы выразить мои чувства. Великий советский народ совершает гигантские шаги вперед, вдохновенно строя коммунизм. Я ветеран революционного движения. Выражаю свою искреннюю признательность всему советскому народу и его руководителю с огромной усилием, направленной на благо всех людей. Я приветствую вас и преклоняюсь перед динамизмом, энтузиазмом и энергией советских людей. Коллектив московского автозавода имени Лихачева с особым подъемом трудился в дни работы сессии. 1018 автомобилей собрали здесь сверхплана с начала года. Сегодня в автосборочном корпусе сразу по завершении трансляции из Кремля начался митинг. Обращаясь к его участникам, слесарь-водитель Александр Евгеньевич Юр сказал. Сегодня неочередная седьмая сессия Верховного Совета Союза СССР приняла новую конституцию. Основной закон Союза Советских Социалистических Республик. Это знаменательное событие не только в жизни нашего советского народа, но и в жизни всего прогрессивного человечества планеты. Новая конституция выбрала в себе коллективный разум, коллективную волю в себе. Она является поистине самой народной, самой демократической на земле. Мы единодушно поддерживаем и горячо одобряем внутреннюю и внешнюю политику партии, благотворную деятельность Еринского центрального комитета, политбюро ЦК во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым. Многолюдные митинги состоялись сегодня также в Калининграде, Таллине, Ереване, Баку, Улан-Удэ и других городах. Выступая сегодня на сессии Верховного Совета СССР, Леонид Ильич Брежнев сказал, повышение творческой активности масс неразрывно связано с развитием социалистической демократии. Одним из свидетельств этого стали многочисленные рапорты о новых трудовых победах коллективов заводов, фабрик, строек, колхозов, поступившие в эти дни в адрес сессии Верховного Совета. Это самое веское слово трудящихся в поддержку новой конституции. В день принятия новой конституции СССР уборочно-транспортное звено героя социалистического труда Переверзевой из колхоза Путь Ленина...